Приветствую вас на канале Надзор, официальном канале сайта охранных систем безопасности Надзор.ua. И сегодня мы проведем распаковку и краткий обзор уличной камеры видеонаблюдения Dahua HFW1320SPW. Для тех, кто хочет наблюдать за своей территорией на улице, во дворе, либо следить за своим фасадом, а также покажем, как ее подключить и настроить. Ну что же, начнем с того, что первая попадает в руки после покупки. Вот такая вот упаковка, на которой оказаны основные данные камеры, ее особенности, размеры, QR-код для загрузки приложения, в общем, практически все необходимые данные. Давайте разберем их поподробнее, но перед этим распакуем камеру и посмотрим на комплектацию. В коробке находится инструкция, Wi-Fi-антенна для приема и передачи сигнала на 50 метров, элементы крепления, заглушка для разъема RG45, ну и, конечно же, сама камера. Вот такая вот комплектация. Также отдельно можно приобрести блок питания на 12 вольт. Длина данного блока питания 140 сантиметров. Габариты гаджета составляют 70 на 164,7 миллиметра, а вес устройства 430 грамм. Камера имеет расширение 3 мегапикселя, которые позволяют снимать в Full HD качестве. В таком расширении флешки на 128 гигабайт хватит примерно на 5 дней постоянной записи архива. А если же настроить запись видео только по движению, естественно, карты памяти хватит на дольше. Вокруг объектива расположена инфракрасная подсветка, которая позволяет хорошо передавать изображение в темноте. Дальность подсветки составляет 30 метров. Под объективом расположен датчик освещенности, который переключает камеру в ночной и дневной режимы. Вход подключения для Wi-Fi антенны. Вот таким вот образом происходит подключение. То есть просто вкручиваем антенну в данный вход. Если же мы подключаем камеру через битую пару напрямую и Wi-Fi не используем, соответственно, антенну можно не подключать. На камере установлен козырек для защиты объектива от внешних факторов, например, дождя или солнечных бликов. Можем регулировать, как нам удобно. Отверстия на креплении для монтажа камеры. Само крепление, которое очень легко регулируется и позволяет установить камеру в любых удобных позициях. Кабель камеры для подключения витой пары. Интернет-кабель можем подключить через заглушку вот таким вот образом. Чтобы подключить камеру к энергосети, просто соединяем блок питания с разъемом питания от самой камеры. Длина проводов составляет 38 и 36 см. Чтобы добраться до слота под флешку, необходимо открутить болтики для доступа к данному отсеку. Также там расположена кнопка сброса настроек. Ну что же, а теперь давайте приступим к подключению. Для этого сканируем QR-код на коробке или можно вручную вписать IMO, Web Store, либо Google Play. И вам выдаст вот такое вот приложение. Устанавливаем приложение себе на смартфон. Проходим регистрацию. Также можно авторизироваться через Facebook. У меня приложение уже установлено. После активации аккаунта необходимо добавить устройство. Для этого подключаем камеру к питанию, запускаем приложение и в верхнем правом углу нажимаем на плюсик и сканируем QR-код с самой камеры. Нажимаем «Далее». Далее подключаемся к своей сети Wi-Fi и вводим пароль. После чего необходимо повысить громкость телефона и поднести его ближе к камере для синхронизации камеры с сетью Wi-Fi. После вводим пароль камеры, по умолчанию пароль «Админ». Его потом можно поменять. Ну что же, устройство добавлено. В приложении можно активировать тарифные планы облачного хранилища для записи видео на облако. Также устройство поддерживает запись на флешку microSD до 128 гигабайт. Можем выбирать качество просмотра через телефон HD либо SD, что значит передачу полного качества изображения и урезанного, то есть адаптированного под смартфон соответственно. Повернуть картинку на весь экран, начать запись видео, либо сделать фото. Также можно добавить несколько камер. В настройках камеры можем настроить зоны активности, информацию о тревоге, уведомления о срабатывании датчика движения и многое другое. Давайте на примере активируем пуш-уведомления на движение, а также посмотрим, где найти записи, которые хранятся на флешке. Для этого заходим в Device Details, нажимаем на информацию о тревоге и активируем детектор движения. После чего сразу же при срабатывании движения получаем об этом уведомление. Чтобы посмотреть видео, заходим в настройки, Alarm Record и нажимаем на кнопку с флешкой. Тут можно посмотреть все записи с флеш-карты. А вот и съемка с самой камеры в ночное и дневное время на улице. Угол обзора девайса составляет 100 градусов. Ну что же, всем приятного пользования! Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И конечно же, ждем всех на сайте надзор.ua. Спасибо за внимание! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok